7 ноября сотрудники муниципального предприятия «Ивановский пассажирский транспорт» отметили 80-летие с момента пуска электрического транспорта. Первыми в Иванове появились трамваи. Строительство трамвайной линии началось в мае 1934 года. Значительная часть работы выполнялась бесплатно на энтузиазме жителей. На субботниках и воскресниках Ивановцы отработали 84 тысячи рабочих дней. Первые трамваи ходили от железонаружного вокзала до меланжевого комбината. Не стоит забывать, что первая линия, именно трамвайная, была построена всего за 150 дней. Это была ударная всероссийская, вся Ивановская стройка. Участвовали ежедневно несколько тысяч человек в этом мероприятии. И, безусловно, пуск электротранспорта в городе – это был праздник для всего города. К сожалению, трамваи были ликвидированы в 2008 году. Сейчас по городу курсируют только троллейбусы. В течение года они перевозят миллионы ивановцев. Капитальный ремонт электротранспорта на предприятии осуществляют самостоятельно. Специалисты при наличии комплектующих могут собрать троллейбус практически с нуля. Причем в цехах ремонтируют не только свой собственный транспорт, но и выполняют ремонты на заказ для других областей – Владимирской, Калужской, Ярославской. Проводим такой капитальный ремонт в большом объеме, который в ближайших городах ни во Владимире, ни в Костроме, ни в Ярославле, я знаю, что не делают. То есть мы ремонтируем тяговые двигатели полностью, капитальный ремонт. Освоили функции завода, которые троллейбусные вообще-то не должны делать. Их должны делать на заводе. Но так как многие заводы у нас прекратили свое существование, поэтому нам приходится выполнять эту функцию. Власти обещают, ивановские троллейбусы не постигнет участь трамваев. Более того, в скором времени будет выделено несколько миллионов рублей на обновление подвижного состава. Любовь Почерникова, Андрей Семилогов, РТВ Иванова.